Народ всем привет! Сегодня у нас третья и заключительная часть про машинки Hot Wheels ID и она будет самая-самая интересная, потому что в ней мы возьмем эту машинку и наконец-таки посмотрим, что у нее внутри. Я думаю, что это будет очень что-то интересное, потому что она ездит по специальной трассе и как вы видите у нее там куча датчиков, возможно какие-то сенсоры, то есть мы это все вместе с вами сегодня проверим. Предыдущие были две серии, в которых мы тестировали машинку, распаковывали, делали большой обзор, ссылочка будет в описании. До этого в своей жизни я разбирал и рассверливал только одну модель Porsche, вот эту вот. На нее тоже есть видео, можно посмотреть, как мы ее разбирали, чтобы узнать что-то внутри. И по этому поводу было очень много критики, то есть ты там неправильно ее рассверливаешь, неаккуратно. Но я еще раз напомню, я не кастомайзер, я всего лишь блогер, я обычный человек, такой как вы, то есть у меня нету каких-то специальных навыков, какой-то пока аккуратности, потому что дело все приходит с опытом. Поэтому я также показываю для простых людей, с чего начать, как попробовать и что из этого получится. Может быть это не идеально, но вместе с вами мы делаем это первый раз и мне кажется это прикольно, потому что любой обычный человек может с нуля посмотреть, как мы делаем и также начать. Мы займемся именно ID моделью, в отличие от Porsche, у которой была всего лишь одна вот такая вот клепочка, которую мы рассверливали снизу. Вот, то есть получается, ну да, они аккуратно просверлили, но тем не менее мы посмотрели, что внутри у ID модели, как мы видим, уже две клепочки. То есть придется сейчас рассверлить эти вот раз клепочкой и два, две клепочки и мы доберемся до внутренности. Давайте попытаемся вместе с вами сделать это максимально аккуратно и самое главное осторожно, потому что все-таки сверло, пальцы нужно быть очень-очень аккуратными. Ну что, приступим. В этот раз взяли правильное сверло нужного диаметра, правильную, я думаю, дверь или точнее шуруповерт. Дрель, хотел сказать, дверь, дрель. Вот, и посмотрите, как у нас аккуратненько вот эта клепочка высверливается. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Видите, идет вообще точь-в-точь, то есть подмерили, мне многие посоветовали, какой размер должен быть, мои друзья, кастомайзеры. И большое спасибо, то есть я надеюсь, сейчас все сделаем четко и аккуратно. Потом даже машинка должна сама защелкиваться. Ну, либо можно подклеить, как мне объяснили. Поэтому продумаю. Ёлки-маталки, блин, не получилось аккуратно. Как-то я уже обрадовался, что все идет хорошо. Ну, ё-моё, смотрите, что случилось. Она немного соскочила, то есть вот сверло вправо. И получилась дырочка, блин, прямо рядом. Но при том, как аккуратно это все. Что сейчас делать? Как это? Надо как-то выйти на вторую, на... А, высверлить остаток вот этой вот клепочки. Не знаю, надо что-то думать. Я очень расстроен. Блин, не пошло все не так, как я думал. Короче, ребята, не убивайте меня опять в комментах. Я вас прошу. Опять получилось неаккуратно. Да. Значит, почему-то сверло соскакивало вот спереди и сзади и просверливало рядом. Вот пластиковое дно, оно такое мягкое получалось и дырки получались рядом. Приходилось корректировать. Вышло неаккуратно. Многие скажут, куда ты полез, не в свое дело. Кастомайзеры вообще за голову возьмутся, что ты наделал. Ну, блин, ну посмотреть-то интересно, что внутри репля. Ну, интересно ведь. Давайте посмотрим, наконец-таки, откроем. Видите? Дно уже отходит. Готовы к этому моменту. Вот оно открывается, открывается. И сразу сравним с мейном. Мейн уже у нас разобран. Чем отличается? Берем модельку в предвкушении проводов, датчиков. Ведь она выполняет столько переворотов, прыжков. И это все должно фиксироваться и передаваться на мобильное устройство. Давайте. Настал этот, наконец-таки, момент. Проявим чуть-чуть силы. А что такое? А где это все? А, вот, смотрите. Вот, вот, видимо. Вот эта микросхема. А, да, плюс-минус, которая работает и передает. И получается здесь буквы G. А, ну это, если взять с другой стороны. Да, почему-то они все равно смотрят в другую сторону. Видите? Делается все в Малайзии, Матал. Но, блин, это всего лишь одна маленькая микросхемка. А где связь с колесами? А где прыжки и скорость? Я даже не понимаю. Смотрите. Одна маленькая просто микросхемка стоит. Возможно, и она все замеряет, но не уверен. Конечно, я думал, что это будет, там, на колесах какие-то датчики, сенсоры стоять, скорость там. Но к колесам даже не идут никакие ни провода, ни привода, вообще ничего. Просто маленькая микросхемка с плюсом, которая, возможно, что-то замеряет. Может быть, у кого есть трасса, напишите в описании, как это все работает. Но, честно говоря, я думаю, что тут конструкция будет посерьезней. Ну и вот, собственно, как можно поменять колеса. То есть, сзади два защелкивающих устройства, спереди, а сзади вот одно. То есть, колесо вот так вот, как вы видите, берется и просто достается. Все, можно делать апгрейд. Мы это уже рассматривали также в предыдущем. Давайте теперь вкратце разберем каждый элемент и посмотрим, чем они, элементы ID, отличаются от элементов Mainline. Ну, сразу скажу, что, как я и уже заметил, в ID нет ничего особенного. То есть, дно, оно пластмассовое. Мне кажется, оно даже более хлипкое по сравнению с Mainline. То есть, там всего лишь одна платка стоит. Но здесь оно, как кажется, по крайней мере, на ощупь таким более добротным и прочным. Салон. Салон машины какой-то, но он тоже такой какой-то нищебродский. Такой вот, ну, очень простой, очень простой. Не сказать, что там какой-то супер аккуратный, но этот блестящий не очень идет. Салон смотрится больше, как игрушка. Взять Porsche, который мы разбирали, рассматривали. Ну, здесь салон темный, и он уже напоминает такую темную кожу. То есть, вот видите, тут прорисован даже этот цитоскоп врачебный, ручка передач, кресла, ковши. То есть, это все здесь смотрится гораздо лучше в прорисовочке. Такой хорошо. Ну, а здесь, ну, не знаю, такое все более игрушечное, наигранное. Единственный момент, который я вообще не понимаю, капитально не понимаю в этом всем. Почему в этом Ford руль с правой стороны? Ну, мы же там не в Японии, там, не на Кипре, не в Таиланде. Почему с правой? Вот у Porsche я держу руль, как положено, с левой стороны. Если кто знает, напишите в комментариях. Здесь почему-то руль справа. Буду благодарен. А по кузову, ну, по кузову, а, здесь, смотрите, здесь я еще не достал один элемент, стекло. И стекло соединяется с противотуманками. То есть, вот такая вот цельная конструкция. Стекло переходит в противотуманки, такого раллийного характера, которые немного выдвинуты вперед. Осталось пару слов сказать о самом главном. Это о корпусе. Корпус в ID модели не представляет так же какого-то особенного добротного элемента по сравнению с Mainline. Но весь плюс вот в этом цвете. Смотрите, какой красивый перелив у него идет. Мне кажется, что примерно такую вот краску используют именно в моделях STH. То есть, Super Treasure Hunt, Super Sokровище. Он такой как бы насыщенный, блестящий и так вот играет очень красиво. Мне этот цвет нравится. Сегодня вместе с вами мы разобрали ID модель и посмотрели, что там внутри. Конечно, я думал, что там будут какие-то грандиозные датчики, провода и сенсоры. Но внутри ID модели ничего шокирующего нет. Хотя я был именно шокирован отсутствием сих элементов. Как мы видим, корпус ID модели выполнен примерно по той же технологии, как и Mainline. То же самое касается и стекол и, соответственно, салона машины. Количество элементов внутри равно элементам Mainline. Поэтому можно сказать, что просто это обычная машина с некими дополнительными плюшками. Ну и, конечно, найти ее приятно, потому что это своеобразная новинка в коллекции, которая тоже доставит удовольствие. Ездит она неплохо, мы вы видели это на тестах. Стоит она как Mainline, но имеет вот такую вот индивидуальность, которая не может не радовать. Поэтому подписывайтесь на канал, будет много нового, будет много интересного, будем разбирать. А также вас ждет супер интересный сюрприз, о котором я расскажу в следующих сериях. Поэтому подпишись, нажми колокольчик, чтобы не пропустить. Это будет что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Оказалось, что здесь нету ничего шокирующего, что именно меня и шокировало. Так можно вообще сказать?